Алматы поднялся на две срочки в рейтинге самых дорогих городов мира и занял 189 место. Нур-Султан по-прежнему в список не включен. Такий результат показал опрос компании Мерсер, посвященный стоимости жизни для экспатриантов в крупных городах. При оценке учитывали стоимость более 200 предметов, начиная от цены на хлеб до клининговых услуг. Также учитывают такие факторы, как колебания валютных курсов, инфляцию и нестабильность цен на жилье. Таким образом, лидерами стали Гонконг, Кашхабад, Токио, Тюрих и Сингапур. Самыми дешевыми мегаполисами в рейтинге, в котором приняли участие 209 городов, стали Тунист, Винхук, Ташкент и Бишкек. Атамикен Бизнес, в свою очередь, узнал мнение алматинцев, дорого ли жить в южной столице. Я считаю, что относительно других городов Казахстана цены на товары первые необходимы у нас не сильно отличаются. Я считал, в моем понимании, города типа Атырау и Нур-Султан, они гораздо дороже, в моем понимании. А еще не считаю, что Алмата самый дорогой, один из самых дорогих городов мира, если честно. Не совсем корректно идет вот это вот ранжирование, затраты и доходы, они не соответствуют. Признаю, что очень дорого жить. Порой даже люди говорят, что они не живут, а существуют. Цены, конечно, кусаются. Кроме того, Атамикен Бизнес узнал стоимость клининговых услуг в Алматы. Ценник зависит от вида уборки и площади объекта, сообщили в частной фирме. Например, генуборка в квартире от 180 тенге за квадрат, уборка после ремонта от 250 тенге. Таким образом, клининг квартиры в 50 квадратов стоит порядка 10 тысяч тенге. Компании отметили, из-за карантина часть персонала в возрасте отказались работать по собственному желанию. За время карантина стоимость на услуги не изменилась. Бывает, иногда у нас заказывают одинокие бабушки, пожилые люди. Мы им идем навстречу, мы не держим цены, мы всегда скидываем. Редактор субтитров А.Семкин